Число жертв отравления боярышникам в Иркутске превысило 50 человек. Минувшей ночью еще 5 человек скончались в больнице. Между тем, уже с января будущего года косметические лосьоны и настойки могут быть включены в перечень спиртосодержащей продукции, оборот которых регулируется единой государственной автоматизированной информационной системой, сообщили в Росалкогольконтроле. Продают ли подобную продукцию в Якутии? Есть ли опасность отравления? Узнавала Туяра Филиппова. Вопреки мнению, что настойки на спирту свободно можно купить в любой аптеке, в Якутске, по крайней мере, где мы были, на витринах их не увидели. У вас продаются настойки боярышника? Нет. Не продаются? Да, по рецепту только. По рецепту? Да, по назначению. А вообще? Есть, конечно, у вас. То есть вас тут не спрашивают часто? Нас тут не спрашивают. Мы уже давно всем отказывали. А, то есть раньше были, продавали? Раньше были, конечно, продавали. Но это уже с какого года? С летом, да. А почему? Какое-то ограничение есть? Ограничение по длительству. А в продуктовом магазине, на который указали сведущие люди, наши корреспонденты спиртосодержащий лосьон купили. Ограничение по длительству. Покупателями таких лосьонов, как правило, являются зависимые от алкоголя люди. Цена от 25 до 50 рублей за флакон – главный аргумент в пользу такой продукции. В Иркутске причиной смерти людей стал метиловый спирт в составе жидкости для ванн. Но и этиловый в косметических средствах способен вызвать сильнейшее отравление. Это тяжелейшее состояние, необратимое состояние, вплоть до летального исхода. Поражаются все органы. Если даже мы говорим о том, что человек вышел из состояния отравления, тяжелейшего состояния, то, конечно, без последствий это не остается. Пока регулирующий алкогольный рынок органы разводят руками. Парфюмерно-косметическая продукция разрешена для реализации в розничной сети. На сегодняшний день мы своими полномочиями пока к этому не лицензируем. И нас это вроде бы и по большому счету и не касается. Контроль нужно усилить на законодательном уровне, считают специалисты. В данном случае надо еще учесть и не только контроль оборота, но и качество продаваемых препаратов. Тем больше легальной продажи, тем больше алкоголиков, которые начинают употреблять всякие. Поэтому вот такие события происходят регулярно. Сегодня еще в 13 населенных пунктах Якутии полностью отказались от продажи алкоголя. Ильтюмен утвердил законодательные инициативы, внесенные муниципальными образованиями. Туяра Филипова, Евгений Тайтонов, Юрий Осипов, Владимир Таюшский, НВК Саха, Якутск.